ты на это еще не еду? нету, взял сегодня по 3 я думаю сейчас наверно должен кайфануть пойдет думаешь кайфанул? о, у меня тут сервис, сервис она прям жесткая а мне кстати показалось что она не особо таки жесткая еще 153 жесткая? твердая? да я сам жесткий так что мне и доска нужна жесткая друзья всем привет вы на канале скотт бордшоп мы все так же в шри геше сегодня вот я себе собрал досочку телос вот такую бэкслэш почему-то захотелось именно ее потестить потому что опять же да скажу что снега пока не выпадало свежего там в лес супер опасно ездить там кидает тебя из да это вообще бессмысленно то есть это прям очень травмоопасно и это вообще никакого смысла и кайф не имеет так что пока чисто пару раз спуститься по трассе такое такое типа посмотрите как досочки ведут себя на трассе это телос на кембери бэкслэш доставка 153 будем пробовать смотреть сейчас съеду расскажу вам свои ощущения обязательно это 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, друзья, а я хочу сказать, что, наверное, сегодня я уже не буду кататься, потому что, как я уже говорил ранее, я не очень любитель трасс, и, наверное, даже мои отзывы о них, я даже не знаю, мне просто ведь не нравится. И вот сейчас я затестил доску бэкслэш, и она, ну, такая нормальная доска, что, да, круто трассу держала. Вообще, я чувствовал под ногами такой уверенный снаряд. Так что я скажу так, что, наверное, я сегодня потусуюсь у палаточки, пострашиваю людей, которым нравится кататься по трассам. А я дождусь нормального мужского снега по пейджу. И это мой бро, красавчик, хорошо у него получается вообще на сноуборде. Молодец, классный парень. Спасибо большое. Ну и по поводу самой доски, в принципе, крутая форма, крутая жесткость. Я думаю, тоже такое, типа, в нем можно нырнуть паудер. Но на трассе вообще никаких проблем не возникло. На любителя ее очень хвалят вообще. Когда я ее себе выбирал на сегодня на пару спусков, мне прям вообще много народу подошло и сказал, ты кайфанешь, ты кайфанешь. Но я априори не могу кайфануть от трассы. Тем более от ледяной и с камнями. Так что, но доска крутая, вот. Что, как тебе бэкслэш? Я так что на ней катался и не могу какие-то подобрать слова, как ее описать, там понятно, что у меня она показалась, ну, нормальная, типа, ну, держит. Есть ли что-то особенное, по-твоему, для этих условий, которые сейчас у нас происходят? Для любителей покататься на скорость с хорошими, уверенными дугами, чтобы не переживать, что срывает, это хороший вариант. Для плэт фристайла не хороший вариант. Для прерайда средний вариант, то есть не на отмисе, но на четыре он прокатит. То есть, объезжает елки на довольно жесткой доске, будет тяжеловато. А так, в общем-то, приличная доска среднего уровня. Получается такое... Она в теме, так сказать. Снаряд All Mountain только с уклоном больше в трассу, чем... Да, да. 70 на 30, наверное, так сказать. Так что, так. Так, так, ну что, эта доска ведет все очень стабильно на трассе, даже на льду, который вот сейчас на Ешке все раскатано. Контент, конечно, надо подзаточить, чтобы было вообще кайфово, но на скорости она не трясет, хорошо выходит в карту. Я думаю, ее шею подвольт и в паудр ехать тоже. Тут у нас пупляка, конечно, нет, но в целом от нее хорошее ощущение. Ну, вот показалось, что она такая, вот чувствуешь стандартную классическую доску под ногами, вот прям как всегда катал. Да, да, но хорошо собранный этот снаряд, он как бы не сопля, ничего его не трясет, все прекрасно. А по стойке не широко это так кататься? Или ты любишь такую стойку? Это узкая стойка 52, получается, ближние закладные стоят. Я вот просто для меня даже, я самую узкую поставил, и мне все равно широко оказалось. Я другую прям подал вот так. Я подбирал здесь с линейкой. А это, а по крепам, что скажешь? По крепам. Короче, на этих крепах я уже откатал тут все, что можно, и самые жесткие доски, и помягче. Они ведут себя нормально. Единственное, что вот их стряпчики как будто потеряют недавности. Ну и хайбеки тоже такие простецкие, ничего такого нет. Наворотов нету, но сама технология работает нормально. А пользовался твоей этой системой вообще? Ну да. Встаешь без проблем, там снег вроде не закрывается, и все чуть чуть... Даже как-то не чувствуется щелчка какого-то, просто встаешь и едешь. Возьми себе мужскую доску, не для новичка. Возьми мужскую. Мужской сноуборд, ты же мужчина, ты не мальчик уже, все таки. Я буду необычный. Я советую тебе взять, пожалуйста. А вот тот ты тестил красный с треугольником. По-моему, да. Ну тогда... Хотя могу ошибаться. Ты в этом сноубординге настолько преисполнился. Что ты хочешь, чтобы я сейчас... А, ну давай, смотри. Прям на сравнении, да? Я тестил вчера вот этот сноуборд, скрамблер. Не очень он мне понравился, но потом я понял, что он просто для начального уровня. Наверное, если вы только постигаете азы фрирайда или трассового катания и хотите рыбку себе, перформанс, то вот это хороший ваш вариант, если вы не очень много весите. Но после него я взял... После него я взял вот этот вот бич-винг. Он гораздо жестче, на кембере больше. Мне он очень понравился. Он уже не для новичка. Это, скорее всего, экспертный уровень. Очень круто держал он на трассе. Я ехал со своим другом, у которого была дощечка поменьше. И для него я за секунду превратился в точку где-то на горизонте. Короче, летит очень круто. Кочки, не кочки, лед, не лед, все быстро пролетается. Не колбасится. Было классно. Хотелось бы затестить ее в глубоком снегу. Ростовочка 160. Я думал, мне будет велико, но нет. Вообще классно было. Ощущается, наверное, как 157, может быть. 156 даже, но никак не 160. Но при этом держит прям хорошо. То есть на ней можно и заложить, и покарвить. И туда-сюда. И причем даже в свече получилось у меня ездить. В общем, понравился этот сноуборд. Он гораздо круче. Если ваш уровень катания высок, возьмите досочку побольше. Возьмите досочку пожестче. На кемберочке, на серьезном. У той все-таки такой лайтовый кембер. О, кто-то забрал. Все утащили. Популярная модель. Но она красивая. Вот, кстати, да, Саньку понравилось. Но мне кажется, это связано с тем, что у него все-таки уровень катания. А он еще в дайке снег заезжал. Ну и что? Он же на трассе ее тоже потестил. Но просто от уровня катания. Санечек не очень быстро носится. Он так любит поспокойнее покататься, там, покрутиться. Что-то какие-то 360 нас клоним. А мне нужно, чтобы она летела. Чтобы, ну, чтобы я был быстрее всех. Я как шар для боулинга. Тогда ты знаешь, какую надо? Вот ту, на которой я вчера катался. А ты на какой катался вчера, я не помню. Это как она? А вон, флешбек. А, флешбек. Ну вот, кстати, по свойствам, мне кажется, они похожи. Вот, но флешбек, я думаю, сегодня затестировать. Прям на сравнении. Вот, раз уж я начал этот бренд, я хочу всю линейку затестить. Ну, кроме самых экстравагантных. То есть, кроме там вот той здоровой рыбы. Не вижу смысла ее сейчас тестить. Она очень мягкая. Вот, и на трассе, ну, мне не надо тестить, чтобы понимать, что на трассе я не уеду на ней далеко. Вот, поэтому, да, следующий выбор будет флешбек. И я уже скажу, какая мне понравится больше. Вот эта или флешбек. Но флешбек визуально мне очень нравится. Ну, нравится больше, чем вот эта, визуально. Но на свойства это никак не отражается. Посмотрим, что. Кайф. День только начинается. Что делать? Как пересесть с дупра на гетто. Вот так вот. В общем, да, еда и я. Вот. Я затестил, я доволен, я голоден. И я, наверное, на этих голодных щах хочу именно вот эту доску. Почему? Какой он, какой он? Это мост. Пасень. Вот он. Вот он прямо. Можете увидеть. Это мост, да. В сумме с этими креплениями работает в идеале. То есть это крепления Union Atlas. Они идут жестче, чем эта доска. То есть доска по жесткости намного мягче их. Но отрабатывать в сумме комплект круто. Почему? Вначале меня пугал этот нос огромнейший. Несмотря на то, что я постоял чуть пошире, чем обычно катаюсь, нос нереально огромный. И мне в определенный момент оказалось, что доска начинает, грубо говоря, меня обгонять и как-то уходить вперед. И как будто меня она сейчас швыронет. Но когда я нашел кусочки пухляка наверху, вот, я понял, что доска не позволит тебе закопаться хоть где. Хоть это будет снег с нас, там, хоть это будет свежий снег. То есть она вывозит абсолютно все консистенции снега, вытаскивает тебя на поверхность и не дает тебе закопаться, даже если там есть какие-то ветки. То есть она прыгает просто поверху вот этим самым носом, за который я больше всего боялся. Плюсом она достаточно маневренная. То есть, как мы видим, она коротенькая по заднему крепу. Вот. И в случае чистоты деревьев, если их там очень много, то она достаточно маневрена. То есть нос не дает вам утонуть, хвост не дает вам нацеплять веток, деревьев, пеньков. И вы очень быстро можете спуститься в тот чекпоинт, где хотите поесть вкусных шашлыков. Третий день катаешься на наших досках? Да, ну мы тестим разные. Первый день попробовали, пообщались с Тимуром. Он дал свою доску потестить. Мне зашла прям, ну она такая легенькая, прям по сравнению с моей. У меня вообще очень старая доска Flow Rush. Она очень жесткая, тяжелая. На этой вообще прям кайфануло. Вчера ребята посоветовали, вот Алексей ваш посоветовал покатать на мосе, чтобы посмотреть разнообразие какое-то. Вообще я просто влюбилась в доску. Я потом свои крепления поменяла на крепления клю. Я вообще не знаю, как я без них жила всю свою жизнь. Это просто вообще. Это новшество невероятно удобное. Мне больше всего понравилось, насколько они мягко держат ногу. Они нигде ничего не передавливают. Удобная встежка, вообще великолепная. Я однозначно крепление буду убрать. Это прям 100%. По поводу доски еще определяюсь. Но вот для меня вчерашний мост Flaffy черный остался прям вообще в самом душе. Флаffy это вот тот, который лежит, да? Да, вон он лежит. Он у меня прям вообще в душу запал. Невероятно крутая доска. Сегодня мы тестили Dupra вот эта вот доска. Мне тоже, в принципе, интересно было на ней катать, потому что у нее нет вообще никакого прогиба. Потом поменялась на соул тоже без прогиба. Ну, для меня она очень тяжеловато оказалась в управлении. Подзабила ноги прям прилично. Она по размеру вроде чуть поменьше, но она жестче, тяжелее. Как бы мне хочется что-то такого, чтобы кайфовать. Ну, вот сейчас еще попробуем мост вот этот затестить. Вот этот вот. На своих креплениях поеду. Вот, а потом буду решать. Ну, пока для меня вот это вообще любовь. Слушай, а я вот только что как раз на ней спустился, и вот я вообще не понял ее. Ты как по трассам каталась на ней? Я попробовала заехать в лес, но снега мало, там что, особо не соберешь. Если получится в субботу, в пледе, попробуй ее катнуть. Лесо опасно, да? Там эти тропинки уже слезали. Там еще и лес повыбили вообще сильно. И как бы там и камни, и я не стала, во-первых, доска не моя, а чужая ее там оббивать. А сучи какие-то, а в камни я не рискнула куда лезть. Так чуть-чуть краешки зацепила, но по мне она в управлении очень прям прикольная. Она для меня мягкая по сравнению с моей предыдущей. И на ней можно прям маневрировать вообще классно. И вот на этой тоже. Она очень хорошо плывет, прям на ней как на серфе. Вообще классно. А трасса была, когда ты на ней каталась, это отвельвечено или она уже такая подразбитая была? Уже подразбитая была. Вот меня из-за меня кидало просто вообще. И вот мне, знаешь, показалось, что как будто она кантами не до конца вгрызается за счет своей формы. И как будто вот как-то нет ощущения, что у тебя кант режет склон. Уверенности нет, особенно вот здесь сейчас на выходе. Да, да. Вот ты тоже, да, на ней пробовал? На этой катался вот здесь, на выходе. И такую уверенность, как, допустим, на кембере, что она вот тебя вот держит, нету. Ага. У меня на этой вот так сейчас было. Ага. На соуле. Ну, я не знаю почему, но мне прям на той было комфортно. Может, как-то по-другому стойка, по-другому ноги стоят и крепления по-другому стоят. Мы несколько раз вчера поднастраивали, плюс еще ставили вот эти крепы туда. Ну, прям вообще намертво держит. Прям вообще классно. Ну, да, на любителя получается, каждому свое, каждому свое. Ну, вот у вас же Алексей тоже на ней катался, сказал, что для него вообще лучше. Да, причем он в паудре катался. Вот в воскресенье когда было. Да, 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 говорю. Ну, вот мне тоже интересно ее попробовать в снегу. Ну, я бы, конечно, если бы брала, то я бы брала с несколько досок, чтобы такую катать, вот, чисто по фаннице и просто по трассе погонять, какую-то простую, но полегче. Ну, это не основная, да. Мне по трассе больше всего нравится вот этот Майк Ранкет. А на ней не ездила. Я все еще хочу попробовать затестить карт-вокер, который зимен, но его что-то и не могу второй день выловить. Ага, понял. Ну, короче, клю 100% класс, да? А доски на любителя, в принципе, это нормально. Да, да, согласна. Ну, мы поэтому и тестим разные, как бы так получилось, что с вами повезло, это очень круто. Спасибо большое. Спасибо. Ну, вот видите, как и следовало ожидать, все доски разные и все люди также разные. И даже смотря обзорчики кучи людей, все равно там могут эту доску кто-то нахваливать, а вам она может и не подойти. Либо, может быть, наоборот. Кому-то она не понравится, а вам она будет идеальна. Так что для этого мы устраиваем такие тесты, чтобы вы сами могли прийти, попробовать и только уже после этого купить. Вот. Спасибо, что смотрите. Субтитры сделал DimaTorzok